всем привет добрый день в этом видео мы хотим вам показать наши покупки которые мы сделали прошлую субботу на втором плане работа андрея который скажет сам несколько слов они пожалуйста бонжурно это пейзаж мальты порт столицы валетта она написана акрилом на бумаге и это изображение было взято из рекламного видео она значит я остановил там там где хороший момент был и просто снял это изображение и написала такую картину и вообще вот это береговая линия с моря это как-то стало моей фишкой мне есть еще наподобие картины и когда если мы будем показывать нашу галерею то потом покажу а теперь андрюша несколько слов об этой фигурке да андрюшка купил в этот раз фигурку мы даже не знали что это такое но какая-то японская да это фарфор валют фарфор да такая симпатичная но мы не знали что это андрюшка наш знает давай рассказывать значит это его зовут дайкуку он и один из семи богов счастья это японский зен буддизм и значит он обычно показывается с кошельком и с молотом богатство это кстати божество богатство и он ну что он помогает стать счастливым да а что это он сидит на мешках там золото наверное это мешки с деньгами мешки с деньгами и сокровищами да а молоток для чего него молоток это волшебный молоток и он создает богатство и бывает он еще выполняет желание детей с помощью этого молотка не спрашивайте как ну да в общем без молотка счастья не добиться у него еще где-то кошелек золотой должен быть тоже волшебный да он в другой руке держит кошелек вон да кошелечек интересный персонаж андрей посмотри в камеру что-то квадратик делается это правильно или нет я что-то не так включила чего-то появился квадратик это он фокусируется назначить на лице потому что ну хорошо все в порядке все так давай володя рассказывай дальше что ты купил мне хочется сказать из-за эту чашечку вот очень интересная чашечка значит кто я сделал я думаю что она либо австрийская либо французская это трудно сказать потому что марки нету но так по стилю я по каталогам смотрел она очень похожа на австрий вообще-то или на франции нет на австрий больше а я видела французская значит здесь очень интересная техника наложение такой довольно толстой такой полосочки серебряной прямо на фарфор это очень сложная техника сейчас я таких даже не вижу а вот тогда делали очень интересно я вообще таких ни разу не видела но только когда ты купил я посмотрела на интернете так сервизы есть красивые и франция они чуть-чуть другие да ну понятно что другие да тут еще только жалко что трещинка вот но ее не видно ее не видно вот ну чашечка чудесная можно смотреть и любоваться и любоваться конечно вот ну что еще можно сказать вот колье браслет и брошечки купили ну ладно значит вот вот такой вот браслетик мы купили что то его не видно вот мне подержать а может положить его наоборот давай положим вот такой браслет чешский вот мы за него заплатили 3 паунда положи на руку а то как то он там беда не имеет вот 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 такой вот браслет мне прямо стала бижутерия нравится раньше пишут что значит мода да потому что красиво мода модой но да вот такой вот браслет великолепно выглядит да теперь аккуратненько потом володя купил вот за 16 паундов это серебряная колье немножко дороговато конечно нет это не очень недорого вот такое вот с корнели она красный камень такой вишневого цвет красивый такое вот колье она серебряная на каждом на каждой на каждой это малочка и 925 это старая это начало двадцатого века вот теперь мы купили вот такую вот бабочку серебряную с перламутром я думаю что на английской это наверно это 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 наподобие это стерлинговое серебро с меркозитом вот сколько это 7 или 8 заплатил я не помню 7 паундов заплатили такая вот бабочка вот теперь мы купили еще такую бабочку за нее мы заплатили 1 паунд это эмаль то эмаль то стразы голубые вот так она сзади ну как обычно на цепочка к ней дается вот потом мы купили такие вот маленькие две брошечки детские яблочко вот чуть не выронил и такая маленькая бабочка это не дорого на это это запалом 2 вот вот это вот еще тоже у тех же как сердечко да сердечко да это медь да или бронза или цвет как медь может даже медь кстати бронза имеет разные оттенки может и бронза да потом мы купили вот такую брошечку американскую в виде листика кленового вот да я хотела посмотреть буквы какие все равно без очков тут не вижу в общем она подписана такая простенькая брошечка потом мы купили вот такую вот дату американская точно теперь вот такую брошку чешскую мы взяли но чешскую сразу каленое стекло потом мы купили еще одна чешскую брошечку мы за нее заплатили 4 паунда это ой кстати цвет ну совершенно и камера какой-то серовато-розовый здесь а тут очень красивый ну посмотрю нет ничего можно но тут такой красивый розовый цвет такой такой приятный нежный нежный да а тут он такой какой-то сероватый непонятный да и вот такая вот брошечка такая старая застежка это начало 20 века это 20-30 года это антиквариат ну цвет мне прямо неприятно что так вот камера передает цвета вот еще вот такую брошку мы купили за 2 паунда с таким камнем аметистовым да вид у него такой богатый шикарный ну да вот такую вот ну все я все показала а вот еще володя купил это посеребренный браслет ну такое толстое покрытие как я не знаю он египетский или иранский ну такой браслетик он чем он интересен что это не гальванические покрытия не гальваника а покрывали более старым способом просто окунали наверное в жидкое серебро и вот такие очень толстое покрытие так что я думаю что это довольно старый лет сто ему есть да еще вот такой вот фигурку это володя купил понравился ну просто понравился здесь вообще в англии это в англии сделано я очень много таких фигурок видела такая собачка и кошечка с собачкой двое в корзинке и кошечка с котятами с маленьким вот это володя купил здесь это говорят very cute ну так вот это все наши покупочки надеюсь что вам понравилось всего вам доброго до свидания до свидания